Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу. У Алькатраса на канале вышел интересный видеоролик под названием «Ответы на вопросы». Сегодня мы его с вами разберём и, конечно же, построим свои теории по поводу того, что же у нас будет 31 декабря. Но перед тем, как посмотреть этот видеоролик, ребята, у меня для вас есть необычная просьба. Дело в том, что у нас сейчас 243 100 подписчиков. Всего лишь осталось 6 900 до 250 000. Ну и, короче, ребят, это сложно объяснить, но я очень хочу поесть бургер, а я такое ем только по праздникам. И давайте вы сделаете мне праздник, и чем быстрее вы набьёте мне 250 000, тем быстрее я поем вкусный классный бургер. Прям такой сочный и классный. Так что, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что я хочу кушать. Ну что, друзья, давайте начинать видеоролик. Погнали, легендарные внучата! Хочешь купить робуксы, но не хочешь ждать 5 дней, чтобы их получить? Тогда быстро переходи на сайт RobuxPR, ведь благодаря методу LogPast твои робуксы придут практически моментально. А если у тебя до сих пор нет премиум статуса, тогда ты можешь купить его на RobuxPR. Разные виды пополнения счёта, удобства сайта и то, как быстро вам приходят ваши робуксы, всё это вы найдёте на RobuxPR. Именно поэтому я советую вам как можно быстрее переходить на сайт пристани робуксов по моей закреплённой ссылке в комментарии. Или отсканировать этот промокод. С чего же мы обычно начинаем такие видеоролики? Правильно, друзья, с просмотра видеоролика, который вышел на канале Алькатраза. Сейчас займёмся тем же самым. Поехали! Всем привет, с вами Черномор. Давно не слышались. Дело в том, что когда я перекусывал Ольгой Выхиной, у меня в зубе застряла маленькая ребрышка, и мне пришлось ремонтировать мою вставную челюсть. Но сегодня не об этом. Я хочу провести эксперимент и посмотреть, сколько людей находятся на тёмной стороне. Подпишитесь на канал, если вы любите нас, хакеров, и то, чем мы занимаемся. Осталось всего три дня до начала великого представления от главного гения русского Роблокса. Просто подпишись на канал, и я пойму, кто за... А кто против нас. Сегодня я хочу втоптать в землю всех теоретиков и просто людей, которые предполагают, что будет дальше. Что будет дальше, не ваше собачье дело. Детишки с недостатком серого вещества. Просто засуньте все свои догадки куда подальше и ждите 31 декабря. А те, кто будут возникать с того съём в жизни, и даже косточки не оставлю. Путь великого апостола начинается с низов. И недостатка уважения. Но при восхождении на вершину горы любой холм больше не препятствий. Слава великому Черномору, пожирателю вселенных. Ух-ух-ух-ух. На самом деле, ребята, Черномор меня довольно сильно удивил, потому что, вы видели, минута сорок. Это нифига себе, насколько он наговорил интересные информации. Короче, сейчас будем разбирать прям по порядку каждое. Я себе прям в блокнотик выписал, что было сказано этим чуваком. Собственно, давайте встанем куда-нибудь сюда, и будем уже разговаривать на том же месте, где и стоял как раз-таки наш Черномор. В самом начале видеоролика Черномор нам рассказывает о том, как он полакомился Ольгой Выхиной, как он перекусил ей. Ну, я думаю, вы понимаете значение этого слова, он ее просто-напросто съел. И мы с вами это видели еще в прошлом ролике, если вы его смотрели, то вы шарите в этой ситуации. Короче, у Алькатраса сегодня на канале выходило видео, где девочка просила о помощи, сидя в этой самой клетке. Вот моментик сейчас, ребята, вставлю. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Мне страшно. Меня зовут Ольга Выхина. Он похитил меня и отобрал все вещи. Так вот, ребят, она просила о помощи, и, как видите, здесь теперь вместо нее находится скелет. Получается, он, к сожалению, съел Ольгу Выхину, и об этом он заявляет в своем видеоролике. Далее на протяжении 40 секунд Алькатрас или Черномор выпрашивает подписки на свой канал. И самый прикол, ребята, я сейчас промониторил то, что после того, как он выложил этот видеоролик, от него начались отписки. Потому что он, на самом деле, довольно грубо призывал к себе подписчиков. Соответственно, те люди, которые были подписаны ради Рофла, но те, которые не хотят, чтобы взломали их любимых ютуберов, просто начали отписываться от его канала. И по статистике видно, что за первые две минуты после начала видеоролика от него отписалось целых 30 человек. Это довольно прикольно и смешно. Осталось всего три дня до великого представления. Это следующие слова Черномора, которые меня, на самом деле, довольно серьезно подцепили, потому что через три дня он обещает нам великое представление. Что будет через три дня? Через три дня, ребята, будет 31 декабря 2022 года. Соответственно, это Новый год, день, в который все расслабятся. Я так думаю, тоже, наверное, выпущу три ролика вам, но только выпущу их где-то в 12, в 2 и в 4 по московскому времени. А потом просто пойду отдыхать, потому что, наверное, хотя бы раз в году я заслужил немножечко передохнуть и не снимать вам ролик. Если вы помните историю Плейса 31.12.2022, то вы знаете, что был такой хакер Алькатрас, который угрожал, что он взломает ютуберов 31 декабря. Потом все поменялось, он сказал, что он добрый и, короче говоря, оказалось, что якобы теперь Черномор является главным злодеем, а Алькатрас был добрым. Куда делся Алькатрас, непонятно. Он полностью пропал со своего канала, но канал переименован не был. Это вам немножечко предыстория, если вы не знаете, кто такой Алькатрас и Черномор. На ютубе, кстати, есть огромное количество видеороликов, которые разоблачают Алькатраса. Огромное количество видеороликов, которые поддерживают Алькатраса. Я смотрел практически каждый из них, и я могу выделить один видеоролик, он мне реально очень сильно понравился. Не помню, правда, кто его снял, но там чувак просто запарился на 16 минут на целых, рассказал интересной информации и сделал свои предположения. Поэтому, ребята, есть среди нас гении, которые могут разгадать секрет Алькатраса. Не только он и его Черномор являются гениями. Далее Черномор сказал о том, что он хочет втоптать в землю людей, теоретиков, и просто людей, которые предполагают, что будет дальше. Это он имел в виду таких, как мы, которые предполагают, что будет 31 числа, строят планы и снимают об этом видеоролики. Неужели ему не нравится, что о нем говорят? Неужели он не хочет хайпа? Но тогда зачем он просит подписываться на него, что за фигня? Далее некая угроза от него прозвучала, а именно засунуть все свои догадки куда подальше. Я думаю, вы понимаете, куда подальше имеется в виду и ждать 31 декабря. А те, кто будут возникать и снимать такие ролики, того съедят в жизни и даже косточки не оставят. Ну и, конечно же, фраза, которая меня очень подцепила, друзья. Давайте я ее прямо процитирую слово в слово. Я себе ее выписал сейчас, чтобы вам ее сказать. Путь великого апостола начинается с низов и недостатка уважения, но при восхождении на вершину горы любой холм больше не препятствие. Слово апостол имеет некое религиозное значение, которое нам нужно с вами, наверное, растрактовать. Синонимом этого слова является последователь, проповедник, какого-либо учения, идеи и так далее. Если вдуматься в это значение и подвести его к нашему Черномору, то становится понятно, что Черномор — это последователь. Но кто такой последователь? Это последующий, следующий за кем-то. А за кем может следовать Черномор, если он считает себя главным? Если он нам всем сказал, что его Алькатрас являлся его пешкой. И это складывает просто огромнейший айсберг Рублокса. Где-то под водой находится чувак, который, видимо, является самым главным, а все остальные ребята просто его последователи. И если, когда он произносил слово «апостол», он знал его значение, то мы с вами сможем из этого понять. То, что Черномор является всего лишь последователем. И он — пешка. Но вопрос, чья он пешка, остается открытым и очень интересным. И, конечно же, далее он произнес, что с низов и недостатка уважения начинается путь великого апостола. Но при восхождении на вершину горы любой холм больше не препятствие. На самом деле, это все очень просто. Когда вы поднимаетесь с низов на самую вершину, то остальное вам кажется мелочами, потому что вы уже находитесь на горе. Вам уже не проблема подняться на любой холмик, потому что это фактически легко. Можно провести параллель с реальной жизнью. Например, если вы прошли через какой-то сложный период жизни и не сдались, то, скорее всего, остальные периоды жизни, немножечко сложные, покажутся вам какой-то мелочью. Так что вот примерно так это все и работает. Напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. И еще я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы я поскорее купил себе бургер. В общем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Всем пока, гудба, легендарные внучата. Подпишитесь, поставьте лайк и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok